Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о том, как создавался литературный и кинематографический образ знаменитого детектива Эркюля Пуаро из романов Агаты Кристи. Мастер детективного жанра Агата Кристи породила на свет сразу двух великих сыщиков – ворчливого педанта Эркюля Пуаро и любознательную мисс Марпл. Дебютный роман Кристи назывался «Загадочное происшествие в Стайлз». Девушка написала его в 1916 году во время Первой мировой войны, будучи уже два года как замужем за своим первым супругом Арчибальдом Кристи. Произведение было вдохновлено в серии книг про Шерлока Холмса. Повествование в романе «Загадочное происшествие в Стайлз» ведется от лица капитана Гастинца, давнего товарища Эркюля Пуаро. Хотя Эркюль Пуаро завязал с правоохранительными органами, именно к нему обращается капитан за помощью в деле об убийстве богатой хозяйки усадьбы. Произведение было опубликовано только в 1920 году, уже после войны и только с седьмой попытки. Писательницы много раз отказывали, пока наконец книгу не согласились напечатать тиражом 2000 экземпляров. В качестве гонорара Кристи получила гордые 25 фунтов стерлингов. Однако впоследствии персонаж Эркюль Пуаро принес ей гораздо больше денег. Судя по мемуарам Кристи, писательница частично списала сыщика, сериального человека, предположительно с местного жандарма Жака Жосефа Амуара. Писательница познакомилась с жандармом в 1915 году на зимнем благотворительном вечере. Мужчина жил на той же улице, что и семья Агаты. Невысокий джентльмен. Вздернутые вверх маленькие аккуратные осики. Семенящая походка, безупречный стиль и обходительные манеры. Дроздь и классическая шляпа. По-английски говорит с легким акцентом и как-то в нос. Эту фигуру вряд ли с кем-то спутаешь. Бельгийский сыщик Эркюль Пуаро. Истории о бельгийском сыщике издаются и переиздаются огромными тиражами и переводятся на все языки мира. Были и многочисленные театральные постановки, радиопостановки и экранизации. В кино Пуаро стал появляться еще в 1930-е годы. И его воплощали на экране очень по-разному, иногда и вовсе представляли шутом. Или он был лишен своих фирменных усов. В конце 1980-х годов дочь Агаты Кристи, Розалинда Хиггс, выступила с идеей создать новый многосерийный фильм о Пуаро. Одно из ее требований звучало следующим образом. «Я хочу, чтобы зрители смеялись вместе с Пуаро, но никогда над ним самим». На роль детектива был приглашен актер Дэвид Суше. Забавно, что свой путь к Эркюлю Пуаро Дэвид Суше начал с роли его вечного антагониста, инспектора Джеппа. Произошло это в 1985 году в экранизации романа «Агаты Кристи. Тринадцать за столом», где роль великого сыщика уже не в первый раз была отведена английскому актеру Питеру Устинову, а в Суше играл недалекого и неопрятного инспектора. К счастью, Брайан Итсмен разглядел в Суше огромный потенциал, и уже через четыре года бывший инспектор Джепп превратился в известного Пуаро, мгновенно затмив самого сэра Устинова. В 1989 году вышла первая серия телевизионной эпопеи, которой было суждено продлиться 25 лет. Четверть века в съемках наступали паузы, сменялись продюсеры, режиссеры, сценаристы фильма. Неизменным оставался лишь Дэвид Суше, благодаря которому за Пуаро окончательно закрепился статус легенды. Он дополнил и настолько развил черты сыщика, что актера в полной мере можно считать соавтором Агаты Кристи. Так или иначе, сериал Пуаро, который выходил на протяжении 14 лет и который посмотрели почти миллиард зрителей в более чем 100 странах мира, стал самым самостоятельным художественным произведением. Дэвид Суше ответственно подошел к созданию образа. Он проштудировал все произведения Кристи о Пуаро, тщательно выписывал все подробности внешнего вида и поведения своего героя, его привычки и эпатажные выходки. Он даже стал во время съемок намеренно менять тембр своего голоса, чтобы он больше соответствовал особенностям бельгийского сыщика. Суше подсчитал, что в книгах усы Пуаро описываются 24 раза и серьезно подошел к выбору их формы. Я не сказал прямо, хочу вот такие. Вместо этого мы с гримерами долго и тщательно подбирали усы, потому что они должны были смотреться как следует. У Пуаро они были идеально симметричны. Пуаро был всегда одет с иголочки, но немного старомодно. В 1930-х годах он одевался по моде 1920-х годов. При этом костюм сыщика имеет большое значение для его восприятия. Британцы сразу же опознают в Пуаро иностранца, благодаря продуманному стилю. Также Дэвид Суше попросил дизайнеров максимально ушить все брюки в бедрах, что помогло ходить так, как описывала Гатта Кристи, маленькими и быстрыми шагами. Походка детектива вообще стала одним из ключевых штрихов создания образа. Каждый аксессуар Пуаро не только изящен, но и тщательно продуман, ведь внимание к мелочам – часть его детективного метода. Самой излюбленной деталью стала булавка на локцанне, которую еще называют бикторианской вазой или попросту бутоньеркой. Такая булавка в виде греческой амфоры была специально изготовлена для сериала ювелиром Гаваном Райли и появляется на локцане Пуаро практически на протяжении всех 13 сезонов сериала. Также незаменимыми деталями образа были карманные часы Пуаро и его знаменитая трость. Дэвид Суше создал список из 93 пунктов для того, чтобы помнить о привычках Пуаро. Этот список он всегда держал под рукой во время съемок, чтобы помнить, например, сколько ложек сахара детектив кладет в чай, а сколько в кофе. Помимо этого, накануне съемок Суше сидел в библиотеках и подробно изучал историю Бельгии, чтобы лучше понимать, в какой среде вырос его герой и что могло повлиять на его детство. Финальным штрихом к перевоплощению из Дэвида Суше Веркюля Пуаро стало обильное обрызгивание лавандовой водой, любимым одеколоном Пуаро. Процесс съемок необычайно был медленным и трудным, так что когда я уставал и терял концентрацию, запах лавандовой туалетной воды тут же возвращал меня в образ. Такое невероятное попадание Дэвида Суше в образ Эркюля Пуаро связано и с тем, что между ними действительно есть много общего. Многие актрисы, принимавшие участие в сериале, отмечали невероятную галантность актера и его сходство с героем. В самом Дэвиде очень много от Пуаро. Например, он просто не сможет сидеть в присутствии женщин. Именно версия Дэвида Суше, знаменитого сыщика, считается культовой. Суше смог невероятно точно попасть в образ Эркюля Пуаро. Кстати говоря, публика настолько сильно обожала Эркюля Пуаро, что он стал единственным вымышленным персонажем, получившим настоящий некролог. 6 августа 1975 года в The New York Times написала «Умер Эркюль Пуаро, известный бельгийский детектив». Именно этой датой Агата Кристи завершила историю своего героя. А в следующем году она ушла из жизни. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok